всем привет кто смотрит этот канал сегодня пришел я покосить возле ульё потому что трава выше пчел и такой возник у меня вопрос почему бы мне не снять видео на тему как разбавлять масло потому что посмотрел в ютубе ради интереса профессионального что там люди брешут по этому поводу ну а люди как обычно кто куда в чем собственно весь сыр-бор инструкция по эксплуатации к самому двигателю который рассказывает допустим что вам надо масло разбавлять пропорции 1 25 1 20 и есть масла на упаковке которых написано разбавлять соотношение 1 50 и тут же понеслись споры как правильно как в упаковке написано или как в инструкции написано производители масел тоже кто во что гораст одни говорят так по инструкции другие как на упаковке с маслом ну вот сегодня буду я лежать возле мотокосе и рассказывать по повествовать во всем ужасе этого положения как лично на мое мнение правильно это делать ну для начала надо разобраться что такое двухтактное масло на хрена она вообще надо может его и не надо но как ни странно она конечно надо для чего она служит для того чтобы смазывать двигатель понятное дело двигатель у нас двухтактный масло в картер не заливается она размешивается вместе с топливом и таким способом это масло служит только для того чтобы смазывать детали нашего мотора потому что без масла мотор принципе работать будет нормально даже будет работать но только недолго потому что появятся задиры и повышенный износ без масла никуда надо смазывать тут все предельно просто ничего нового я не открыл в этом случае так вот как разбавлять но перед этим надо понять какие эти масла бывают двухтактные масла бывают минеральные полусинтетика и синтетика для мотокосы минералки хватает за глаза полусинтетику синтетику сюда и даром не надо синтетика это на снегоходе почему потому что вы мотокосой зимой вряд ли снег косите поэтому вам вязкость масла в принципе не такая и важна сюда пойдет и минералка вот если у вас снегоход и вы где-то в тайге в сибири возле пингвинов в антарктиде там холодно там масло быстренько загусает поэтому там лучше синтетику применять потому что она имеет большую текучесть при низких температурах для мотокосы это не важно потому что мы и работаем летом а летом и так жарко короче с этим выяснили для мотокосы синтетика и даром не надо второй этап пропорции какие пропорции надо заливать 1.25 или 1.50 как написано на упаковке иногда производители на своих упаковках пишут пропорцию иногда не пишут ну товарищи из юка очень хитрые написали от 1.32 до 1.50 разбавляйте хитрые товарищи отмазались на все стороны сейчас разберемся возьмем любое масло это то что я уже отработал что на нем написано на нем написано что оно соответствует стандарту api ts это хорошо возьмем другое масло почитаем на нем тоже написано соответствует api ts возьмем третье масло будет тоже самое четвертое тоже самое именитого производителя тоже самое в общем везде вы увидите этот стандарт потому что он чаще всего там и используется и вообще на этих двухтактных маслах там стандартов 2-3 штуки которые ходовые остальные все не ходовые так вот я о чем в принципе все эти масла которые имеют один и тот же стандарт api они в принципе и одинаковые и имеют как ни странно согласно этого стандарта похожую вязкость но она там может отличаться чуть 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 но в принципе вязкость будет везде одинаковое что это что это что фирменные что любое другое так вот какого черта тогда здесь 125 по инструкции а некоторые пишут 1.50 потихонечку продвигаемся к ответу так вот можно залить 1.25 можно залить 1.3 можно залить 1.5 и тут две крайности чем больше масла вы зальете в двигатель тем лучше будут смазываться ваши детали это же понятно больше масла лучше смазка но в то же время с этим маслом есть проблемы потому что оно хоть и двухтактные и специально сделано для того чтобы сгорать в двигателе без следа как они пишут потому что этот стандарт api подразумевает то что в это масло добавлен специальный растворитель чтобы оно хорошо горело когда вы заливаете бензин в это масло или масло в этот бензин неважно как вы слова поставите местами там происходит химическая реакция если вы когда-то разбавляли масло с бензином то может замечали что когда добавляете масло идут пузырьки такие потому что масло растворитель который масле вступает в реакцию с бензином там специальный такой хитрый растворитель все это Это способствует смешиванию масла с бензином, чтобы получилась однородная структура. Так вот, две крайности. Можно масло залить побольше, тогда будет хорошо смазываться двигатель, дольше проработает. Но, к сожалению, это масло 100% не сгорает, чтобы там не писали наши производители любимые. И значит, то масло, которое не сгорело, оно вылетит в выхлопную трубу. Если когда-то у вас был старенький советский мотоцикл, то вы знаете, что если масло перелить в бензин, то за мотоциклом дым стоит, вроде как дымовая военная завеса. Точно так и с этой бензопилой. Или в газонокосилке, или в мотокосе, или в двухтактном комбайне. В общем, какая разница, в принципе, везде одинаковый. Так вот, если масло у вас в цилиндре полностью не сгорает, потому что вы его слишком много туда набодяжили, в этот самый бензин, оно неизбежно в виде выхлопа выбрасывается в глушитель. И вы это видите. И тут надо запомнить первое правило. Когда работаете с двухтактным двигателем, правило одно и то же. Что для двухтактных, что для четырехтактных. Никакого дымного выхлопа. Если у вас появился дымный выхлоп из двухтактного двигателя, считайте, что ваш двигатель долго не проработает. Потому что это самое не сгоревшее масло садится в виде нагара, в глушителе пропадает тяга, а также на поршне и на цилиндре, на головке. И так как сажа, которая неизбежно при неполном сгорании масла будет образовываться на поршне и на головке цилиндра, будет неизбежно задирать вам цилиндр. Особенно это касается двухтактных двигателей, потому что там впускные и выпускные окна расположены прямо в цилиндре. Тут нет клапанов. Четырехтактных двигателей это тоже касается, но не так страшно, как у двухтактных двигателей. Поэтому, если ваш двухтактный двигатель покрылся изнутри нагаром, считайте, что ему капец. Неизбежно появятся задиры на цилиндре, и он долго, что правильно, не проработает. Придется менять цилиндропоршневую группу, как пит дать. Поэтому любой дымный выхлоп на газонокосилке, на этой, не на мотокосе, кому как больше нравится, это считайте, что вы ее видите, как она умирает. И вы своими собственными руками, много добавив масла в бензин, приговорили ее к смерти. Ну, конечно, за час она не умрет, но планомерно и точно будет идти к своей кончине. Поэтому масло в двигатель переливать не надо. С этим выяснили, много лить не надо. Если дымный выхлоп, значит, надо разбираться, почему. Может, масло перелили лишнего много, а может, проблемы с двигателем. В любом случае, надо разбираться. Если вы увидели дым из выхлопной трубы, считайте, что надо лезть в мотор, смотреть, что с ним случилось. Ну, и теперь возвращаемся, опять же, к той истории. Как лить 1,25 или 1,50, так, как рекомендуется на упаковке или так, как по инструкции. Значит, когда вы разбавляете бензин маслом, а масло, оно явно вязче, чем бензин, имеет большую вязкость. Соответственно, общее топливо, которое у вас получается, топливная смесь, так назовем, оно будет приобретать определенную вязкость. Чем больше масла зальете, тем больше вязкость этого топлива, топливной смеси бензиномасляной у вас получится. Соответственно, чем больше доливаете масло, тем больше вязкость этого топлива. Чем меньше добавляете масла, тем меньше вязкость топлива, потому что вязкость, как я сказал, соответственно, стандарту АПИ во всех маслах одинаковая. Но топливную смесь, когда вы добавляете масло одинаковой вязкости, если добавить его больше, соответственно оно будет более вязкое И тут мы приходим к тому, что чем больше добавили масла, тем больше вязкость И тут приходим еще к одному, что каналы карбюратора в мотокосе рассчитаны на работу с топливом определенной вязкости Потому что карбюратор это такая херня, которая работает на вакуумном принципе Сейчас в подробности работы карбюратора не будем вникать, можете поинтересоваться В общем там проходят воздушные потоки, создаются разряжения, и эти разряжения через жиклеры вытаскивают топливо, которое распыляется в этом воздушном потоке И вся эта топливная уже смесь, топливный заряд поступает в цилиндры двигателя, и там сгорает такой общий принцип Но надо запомнить, что все это связано с вакуумом А то, что связано с вакуумом, очень чувствительно к вязкости топлива Потому что жиклер может пропустить топливо при одинаковом вакууме разное количество Если топливо будет более вязкое, соответственно вакуум вытянет его меньше Если топливо более жидкое, соответственно вакуум его вытянет больше Из этого приходим к тому, что у нас все это дело, вязкость топлива привязана к каналам карбюратора Раз у нас стоит такой карбюратор, и производитель в инструкции пишет, что пацанюки не выделывайтесь и лейте топливо в такой вязкости То есть разбавляйте бензин 1,25, то так и делайте При том, если вы возьмете инструкцию к бензопиле и к мотокосе То увидите, что в бензопилу, как правило, льется масло в топливную смесь В бензин, то есть больше, чем в мотокосу Почему в бензопилу больше? Потому что бензопила работает под нагрузкой Потому что там цепь бензопилы грызет дерево Там и карбюратор другой, и каналы в карбюраторе другие И топливная смесь готовится более вязкой Потому что двигатель работает под нагрузкой И его надо лучше смазывать Значит, надо больше масла в топливную смесь мототримере вот эта вот зараза которая у меня на фоне видео соответственно под такой нагрузкой не работает потому что что для мототримера главное чтобы он косил травку обороты на валу и мощность тут такой уже большой роли не играет главное двигатель хорошо раскрутить соответственно так как двигатель работает с меньшей нагрузкой сюда и топливо подается с меньшей вязкостью ну подается меньше масла в топливе понять это не трудно в общем резюмируем какой карбюратор под какую вязкость топливной смеси у вас сделан и стоит тут такую топливную вязкость сюда и надо лить сказали вам лить 125 значит лейте 125 не выделывайтесь а почему же тогда товарищи из олеумакса у скварна штилей и всякой прочей ереси при том замечу европейской ереси полностью не согласны с китайскими товарищами потому что в основном у нас конечно эти самые триммеры китайские и китайские товарищи дают смесь 125 ну в основном а европейские товарищи на своих баночках с маслом фирменных пишут разбавляйте 150 при том что масло то одинаково почему же это европейские товарищи так сильно не взлюбили китайских и почему вдруг китайская философия разошлась с европейской тут все очень просто хлопцы ну и девочки тоже если смотрят этот канал просто европейцы они помешаны как мы знаем на чем правильно на грете тумбер то есть на экологии а так как святая грета тумбер очень сильно не любит не сгоревшего масла которое выбрасывается выхлопную трубу то товарищи европейцы путем лабораторных исследований определили что для того чтобы ответить более-менее нормально работал хватит и смеси 1 к 50 то есть масло поменьше детальки все равно будут смазываться но при этом выхлоп будет более экологичный грета тумбера все это одобрила захлопала в ладошки и на том они и порешили и теперь пишут о своих канистрах 150 ну и понятное дело что их карбюраторы тоже рассчитаны на эту вязкость товарищи же китайцы которые таких как грета тумбер выводят на стадион и расстреливают по четвергам чтобы они не мешали развиваться экономики экологической фигней пока что не страдают и поэтому они льют столько сколько считают чтобы двигатель проработал как можно дольше то есть масло побольше и пофиг какой там выхлоп вот они посчитали 1 25 двигатель не дымит двигатель работает нагар не образовывается нормально запчасти смазывается значит так и льем потому что если залить больше то уже будет появляться тогда нагар появляться дымный выхлоп и в этом деле товарищи из китая долговечность мотора поставили выше экологичности ну а товарищи из европы сделали все совсем наоборот при том надо сказать что двигатель будет работать и на смеси и 1 25 и 1 50 и 1 и 20 но при этом придется немножко подрегулировать карбюратор потому что если карбюратор отрегулирован на смесь 1 25 а вы зальете 1 50 то скорее всего у вас будут проблемы с холостым ходом и придется этот самый карбюратор немножко подшаманивать почему потому что вязкость топлива не та а вакуум рассчитан именно на ту вязкость которая была потому если меняете вязкость топлива то надо подрегулировать карбюратор вы это все прекрасно знаете кто работал на вязкости 1 25 а потом перешел на 1 50 то скорее всего Вот так у него и было. И напишите мне в комментариях, как вы мучились с регулировкой карбюратора. Такие вот дела и такие вот мои соображения. При том, опять же, скажу, что двигатель может работать и вообще без масла, его правильно отрегулировать, но только долго не проработает. И с вязкостью 1,50, но надо поменять регулировку, потому что вязкость топливной смеси изменилась. И с вязкостью 1,25 и 1,20 опять же придется подрегулировать, потому что вязкость топлива меняется. Вот и вся проблема. И в этом всем деле главное запомнить, что чем больше масла, тем лучше смазываются ваши детальки. Но чем больше масла вы туда набодяжите и при этом переборщите, то, соответственно, у вас будет дымный выхлоп и будет появляться нагар. И сделайте еще хуже, чем планировали вы и ваш производитель, который писал вам инструкции. Ну а сейчас разбодяжим масло и покажу, какой должен быть выхлоп у нормальной мотокосы. По старой семитской традиции пол-литра бензина плюхнули в стандартную баночку. И сейчас будем разбавлять маслицо. Вот таким вот образом. Шприц у меня 5-кубовый, поэтому 4 шприца. Потому что сразу возникает вопрос, видите, как оно растворяется в этом бензине. И иногда пузырьки выходят, если масло хорошо давануть. Пошли пузырьки, пошла реакция. А то спрашивают, а можно ли обычное масло от 4-х тактного двигателя бабахнуть в 2-х тактный. Можно, но только в 4-х тактном масле нету того хитрого растворителя, который в 2-х тактном. И 4-х тактное масло не будет полностью сгорать в 2-х тактном двигателе, потому что нету растворителя. В общем-то и 2-х тактное не полностью сгорает, как мы уже выяснили. А 4-х тактное так и подавно. Соответственно, от 4-х тактного будет большой нагар, и на этом быстренькая смерть вашего 2-х тактного двигателя. Так, и еще часто вижу в интернете, рассказывают, как приготовить топливную смесь. Налили, колотнули, и на этом все. Можно заливать в бак, но мы же помним, что там должна пройти химическая реакция. Поэтому лично я не рекомендую вам в бак заливать сразу, а лучше подождать минут 5, пока вся эта химическая реакция там закончится. Ну, в принципе, пока будете заливать, пока выйдете на стратегическую позицию, в принципе, 5 минут и пройдет. В общем, реакция идет довольно быстро, но все-таки сразу разбавил масло, сразу бежать косить не надо. Плюс-минус 5 минут подождите, пока все это там хорошенько размешается. Теперь всю эту чудо-смесь заливаем в бачок, и мы готовы к работе. Сейчас заведем эту косу и посмотрим, как она будет работать на этой смеси. Главный признак того, что залили много масла, это дымный выхлоп. Ну, и сразу у вас появятся проблемы с холостым ходом, потому что вязкость топлива для карбюратора не та, на который он отрегулирован. Сделаем гыр-гыр. И, как видите, ни при перегазовках, ни на большом газу, ни на холостом дыма нет. Значит, масло у нас сгорает полностью, выхлопа дымного нет, двигатель проживет сильно долго, как я хочу. Ну, во всяком случае, я надеюсь. В общем, залил я масло 1 к 25. Как видите, мото-коса работает прекрасно, без выхлопа и чудесно. Такие вот дела. Ну, сегодня было такое видео. Ставим лайк, кому понравилось, пишем в комментариях, кто чего думает по этому поводу. Может, у меня есть противники, может, есть какие-то аргументы против того, что я вам сегодня рассказал. Ну, а сегодня было такое видео. Ставим лайк, подписываемся и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok